При этом давайте мы поясним зрителям, что вы не чеченец, у вас чеченской крови совсем нету, да? Нет. Вы же у вас... У меня отец черкес, мама наполовину русская, наполовину еврейка. А вот имя Грегори, Саид Грегори, Грегори Саид... Это был период, когда я прошел такой большой путь в православие. Это было именно с 90-го по 97-й год. И тогда я имя, которое я взял при крещении, я его ввел в паспорт. Сделал это в Израиле именно. Да? Да. То есть вы крестились в земле обитаванной? Я крестился здесь, в Москве. А, а паспорт писали в Израиле. А вот как люди, которые... У вас же там в Грозном, наверное, помимо родственников и какие-то друзья были, знакомые, вы вступали с ними в коммуникацию в период вот чеченских войн этих? Конечно. Ну, как мы могли вступать в коммуникацию? Только по телефону, собственно. Там эта ситуация виделась иначе, не так, как из Москвы. Какая? Война. Вы серьезно спрашиваете? Абсолютно серьезно. Конечно. Оценки-то могут быть разные. Как, находясь в зоне военных действий. Конечно, человек на войне ощущает войну, а человек, который сидит здесь, ничего не ощущает. Вы знаете, существует такой термин, как диванная армия. Сейчас тоже идет война, там, в Новго-Востоке. В ней очень многие принимают участие, в том числе и люди из, там, и вашей среды, и из моей среды, находясь в социальных сетях и всячески давая оценки этому. Поэтому это как раз-то достаточно общее место. Ваше ощущение, это можно было избежать войны? Конечно. Или это была неизбежность? Конечно. И чья это была, по-вашему, ошибка? Это не ошибка, это намеренные шаги были сделаны людьми, имена которых мы не знаем и, может быть, не узнаем никогда. А люди искусства могли что-то сделать в той ситуации? Ничего. Вы считаете, что суммарный авторитет людей искусства, если бы они были едины в своем порыве, в своих оценках, не смог бы скорректировать решение политического характера? Ну, если бы. Понимаете, у нас нет таких деятелей искусства, которые имеют свою точку зрения отличной от генеральной линии партии, они колеблются вместе с курсом партии. Ну, как же? Ну, как же вы говорите? Ровно наоборот. Нет, я имею в виду тот период, когда нужно заявить об этом громко, именно в тот момент, когда нужно об этом заявить. Понимаете, вот в чем дело. Это очень редко кто это делает, и потом человек, который это делает, он понимает, что в этой ситуации он один, или их двое, или их трое, но человек склонен спасти себя и не говорить правду, а держать это все по себе. Ну, как же, мне казалось как раз, что люди вашего цеха, они имеют самые разные точки зрения, достаточно открыто их высказывают и ведут полемики как и внутри цеха, так и на... Ну, это, может быть, сейчас, потому что это не играет никакой роли, на самом деле. Вы считаете, что сейчас не играет никакой роли? Можно говорить туда, сюда, куда угодно. Все, что угодно можно говорить, к делу это не имеет отношения. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Присоединение в 18.30 на телеканале Москва 24. Присоединение в 18.30 на телеканале Москва 24. Субтитры создавал DimaTorzok